И назвали электрическим током только потому, эту конструкцию, потому что так же точно и количественно генерируется магнитное поле в виде замкнутых линий по тем же законам. Вот что мы получили с вами. Вот что мы получили с вами, понятно? И это вот-вот и любую схему. Вот теперь мы берем, например, такую схему, обратно возвращаемся, размыкаем, а сюда еще катушку L. Вот сейчас разомкнуто. Где какие показания вольтметра будут? Все разомкнуто. Ничего нет, конденсатор не заряжен. Так, ну, говорите, что будет. Это S, правильно? Да. Ноль, ноль, ноль. На ключе. На BDS. Только, другого нет. Так, теперь берем какое-то T. Берем какое-то T. Хорошо. Да нет, давайте разомкнем. Замкнули. В первый момент. Чему будет равняться ток? Ноль. Ноль. Почему? Потому что возникает от DS индукции, которая есть минус L на DI по DT. Правильно? ДТ стремится к нулю, да? Значит, если сразу ток подскочит, то DI какая-то конечная величина. Делится на ноль. ЭDS индукции противоположная сразу становится бесконечно большой. Что ж тогда ток в обратную сторону пойдет? Это невозможно. Просто компенсируется влияние батареи. И что происходит? Как только мы здесь замкнули, куда-то здесь вот эта разность потенциалов равная DS должна срочно перескочить. Ток ноль сюда не перескочит. Здесь нужно подождать, чтобы здесь был заряд. Тогда здесь что-то будет. Значит, остается только вот это. Кулон перепрыгнул сразу на что? Тока нет, а на катушке что? ЭДС индукции равная чему? ЭДС батареи по величине. Напротив. И теперь какая картина получается? А вот какая картина получается. Теперь что получается? Мы от нуля теперь как? Вот как мы перерисовать будем, да? Раньше было так, без катушки. А сейчас с катушкой что будет? Кто-нибудь вот нарисует, что сейчас будет, когда мы замкнули. Он не заряжен раньше, а замкнули ключ. Что сюда добавится? Что сюда добавится? И опять. Значит, добавится плюс ЭДС самоиндукции. Вы согласны? Правую часть, да? Чему будет равняться ЭДС самоиндукции? Минус, минус ЭЛ на источке. Так? Это здесь, да? Вот здесь, да? Но мы хотим, мы привыкли. И мы вообще уже настолько, значит, здесь, что нам лучше, так сказать, однообразие быстрее делать. Значит, мы тоже, и по привычке, и тоже мы стали ремесленниками с вами. Вот это вот, с минус ДЭЛ по ДЭТ мы перенесем сюда. Плюс ЭЛ на ДЭЛ по ДЭТ. И теперь мы трактуем это как показание вольтметра, подключенного с минусом в правой части. Это была ЭДС самоиндукция, правильно? А когда мы с плюсом перекинули туда, это показание вольтметра на катушке, правда? И мы теперь одним махом все их сложили. Все сложили здесь плюс-минус, здесь плюс-минус. И вот что мы получили, да? Кто берется нарисовать сейчас, как будет себя вот током. Вначале ток 0, согласны? А в конце что с током будет? Тоже 0. Тоже 0. Значит, здесь начинается, а здесь к 0 идет, да? Вот в этом промежутке кто возьмется сейчас нарисовать вот этот вот, что будет от начала к концу пределы. А всегда, когда вы затрудняясь, вы сразу, что в начале, что в конце, да? И тогда сразу соображать легче стало, правда? И у меня уже более конкретные задачи, и, значит, может быть, я и найду в каком-то уголке полушарий подобные случаи, с которыми я сталкивался на втором курсе, на третьем семестре. Так, кто берется нарисовать этот ход? Пожалуйста, вот умел. Ну, что вы, ну, проще не бывает, правда? Хорошо, давайте-то атаку рассуждать. В зависимости от параметра, возьмем различные кривили? Ну, общий случай, давайте общий случай возьмем, а потом скажем, во что он может выродиться. Там колебания даже? Колебания? Конечно, конечно, конечно. У нас раньше было что? Раньше, когда был один конденсатор сопротивления, мы имели Тау, Тау, равное чему? Р, С, да? Так? И у нас время релаксации. Пожалуйста, для тока время релаксации, правильно? Так, для зарядки, для напряжения, время релаксации, разности потенциалов, напряжения здесь нету. Так, а сейчас еще какое время появилось, скажите? Затухание. Это Тау связанное с РЦ. Тау связанное с ЭЛ, 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 ЭЛ. Это что? ЭЛ, 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 Согласны? Нет? Еще одно время. Так? А может, еще есть какое-то время? Вот это фактически затухание. Еще какое время есть? Период. А период чему равняется? Значит, омега 0, собственно, единица на льс, я согласен. А 2π делить на омега 0, это период свободных колебаний. А еще есть какие-то колебания? Есть колебания омега, есть корень квадратный, омега 0 в квадрате минус β в квадрате. А β чему у нас равняется? А β равняется L на 2R. Так. Евгений Анатольевич, у вас где омега 0 там, или квадрат допишите, или корень? Конечно, квадрат. Все понятно, да? И еще, кроме всего, из всех этих параметров, выплывает безразмерный параметр отношения каких времен? Вот этих времен трех, да? Один безразмерный, который будет равен чему? Единица на R на корень из L на C. Что это такое? Доброводность. Это добротность. Видите? Вот какая вещь. И теперь, конечно, и делать нечего, да? И делать нечего. Что у нас получится? Вот, 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 согласны? Причем вот эта чистота или период, вот она какая. Правильно? Это затухающие в клинах. Понятно? Вот, вот, вот. И опять, это с чем это связано? Эта работа по замутому контуру в Кулоновском поле равна нулю. Упал раз, упал два, упал три. Поднялся четыре и ноль. И ноль. И все время все эти вещи, и смотрите, как это, читать эти уравнения очень просто. Очень просто. Начало, конец, ясно, параметры пошли. А что такое добротность? В отношении засосанной энергии к потере и умерению. Ага, ага. Это параметр подобия, да? Вот, например, такая ситуация. Вот я имею какое-то колебание, допустим, да? Вот, 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 вот мое колебание. Допустим, это какой-то параметр там, ну, подпусть это КуАТЭ, АТЭ, да? Вот такая вещь, да? Что значит параметр подобия? Это у меня вот сейчас, вот собственная частота, допустим, такая собственная частота. А я хочу, чтобы у меня частота была в сто раз больше, да? Так, в сто раз больше. Или, ну, в сто раз быстрее, да? Тогда что получится фактически у меня? У меня получится, что здесь будет вот очень маленькие расстояния такие, в сто раз больше, да? Но картина у меня должна быть подобной нашему явлению. Значит, частота намного здесь больше, да? Намного здесь больше. Но число, чтобы было явление подобное, число этих максимумов, которые здесь вот до затухания, вот этот параметр подобия должен тем же быть. Только тогда оно будет. То есть, если это сократили, но число должно остаться тем же. Вот это есть подобие нашего явления. Иначе это испорчено все будет. И этот подобие... И если я это увеличил в тысячу раз, допустим, да? А то нужно остальные параметры так подобрать, чтобы добротность, что в этом случае, что в этом случае была одинакова. Вот так же с числами Ринольдса, там Прантли или так далее. И получается у нас, если мы моделируем какую-то модель в трубе и тому подобное, да? Мы что-то изменяем, но чтобы подобное явление было, мы должны сохранить параметр подобия такой же и в начале, и в конце. Значит, изменить так L, C и R, да? Чтобы их комбинация была... И тогда мы действительно получаем вот само явление, да? А вот явление подобное, да? Тоже пять таких и здесь пять таких. Вот тогда мы можем все это делать. Пересчитывать и делать выводы. И модели делать маленькие, а не громоздкие. А чтобы получать правильные результаты, понятно, да? Вот, вот какие у нас здесь вещи. Значит, фактически мы что, идею какую, хоть мы так конкретные примеры, но идея такая, что опять, смотрите, мы с чего начали? Мы начали с того, что у нас электрическое поле, электрическое поле, что мы называем электрическое поле? Это Е-Кулоновское плюс Е-Электромагнитное индустрию. Вот это мы обычно называем электрическое поле. Что это такое здесь? Здесь Кулоновское поле, работа по замкнутому контуру, ротор равен нулю, нету вихрей для Кулоновского поля. Для Кулоновского поля только заряды и электричества. Значит, положительные электричества. И все линии начинаются на положительную, заканчиваются на треции. Либо уходит через конечность. Но электрическое поле двуликов, двуликов. И что у нас еще есть такое? Это не что иное, как электрическое поле электромагнитной индукции. Оно определяется только вихрями. А кроме зарядов и вихрей ничего на свете нет. Я бы даже не на свете, а в природе, будем так говорить. Нет. Либо то и другое. Так вот, электрическое поле двурика. И если мы здесь будем говорить, то это будет получиться у нас вот такая вот ситуация. Вот такая ситуация здесь получится. А вот магнитное поле, а магнитное поле, оно вот такое, как мы видим. Дивергенции источников нету, а есть только вихри. И вокруг этих всевозможных вихрей накручивается магнитное поле. Вот два образа физических векторных поле. Вот какая вещь. И что? Кулоновское это идеально потенциальное. А вот магнитное идеально вихревое. Какое бы. Кроме. Кроме. Значит, вот что. Это, допустим, наше основное уравнение для магнитного поля. Теперь давайте попробуем с вами сформулировать это основное уравнение для этого, будем говорить, уравнения Максвелла, да? А давайте мы теперь напишем второе динамическое, да? Или вернее оно, ну ладно, не важно здесь, Е равняется чему? Это что? Ротор Е, да? Чему равняется, скажите, ротор Е, чему равняется? Будем считать, что это Е есть наше электрическое. Вот то электрическое. То есть это что получается? Это, это Кулоновское плюс такое? Е-индукции, да? Е-индукции. Товарищи, но ведь ротор это линейный оператор, правильно? Значит, он, ротор действует как на Е-Кулоновское, так и на Е-индукции. Но от Е-Кулоновское это тождественный ноль. Значит, остается только, фактически здесь стоит Е-индукция. Понимаете? Потому что автоматически оно убивается ротором. Убивается. Тогда кто скажет, как определяется? Значит, Е-индукции, фактически у нас написано, ротор Е-индукции, определяется только вихрями. Какими? Вот это было известно, это было известно. Потому что индукционные и машины индукционные уже давно работали. Более двух веков с лишним. Значит, вот для человечества динамо это вращали. Какие это все у нас было. Чему равняется ротор Е-индукции? Чему равняется? Это вот минус ДБПДТ. Минус ДБПДТ. ДБПДТ. И все. И все. Значит, фактически это Е-индукции. И значит, мы пришли вот к чему. Теперь ротором является минус ДБПДТ. И вокруг минус ДБПДТ накручиваются векторные линии. Их можно назвать силовыми линиями. Потому что это Ньютон на Кулон. Также на заряженные частицы. Поместим здесь заряженную частицу. Вот такая сила на единицу заряда в этом. И эта конструкция существует. Даже если мы здесь ничего, никаких зарядов помещать не будем. Та же объективность. И мы связываем с тем, что... А вот если мы поместим, а не помещаем, все равно это материальная среда. Понятно? А если поместим, то будут чистые Ньютон. Понятно? Вот кажется, такой незначительный момент. Вот мы вроде вот на единицу зарядное. Но понимаете, как... И вот ведь в науке, так сказать, вот... Сохранились эти вот... Были разные вещи, разные предложения. Как определять с какой размерностью. Или так, может быть, лучше в силах, а не в напряженностях. А сила уже говорит о том, что мы явно посадили туда заряд. И тогда кажется, уберем заряд, и пропадет все. Нет. Заряд уберете, а это все осталось с плотностью энергии, с потоками и так далее. Понятно? Вот ситуация. И вот это, казалось бы, маловажно. И особенно это вот как-то не подчеркивается в школах так, чтобы это вот... Показать вот эту игру на якобы... Мы ходим, якобы бродим, а на самом деле, значит, воображаем. А уж если посадим, так это реальные силы, реальные, значит, напряженности возникают. Вот картина какая здесь у нас для е-индукции. Опишем мы то и другое, потому что это удобно. Вот два основных уравнения. Вот. И так, теперь будем делать перерывы? Два. Так, минуточку тогда, значит. Вот какую я вам программу сейчас хочу. Значит, теперь задача такая, значит. Раз мы их более-менее определили, значит, что они из себя представляют и так далее. Вот они в главную. Теперь дивергенция отдельно, значит, вот соответственно дивергенция. Еще раз напишем. Дивергенция B всегда равна 0. Понятно, 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 нет магнитных зарядов. И теперь две вещи. Очень важно нам сейчас перейти от уравнения Макселла к законам сохранения энергии. И посмотреть вот связь между различными электрическими и электромагнитными характеристиками, да, именно в законе сохранения энергии. Мы говорим, что уравнения Макселла наиболее общие, да, которые вот связаны с электрическими и магнитными явлениями. Даже вот в них, вот в них уже содержится закон сохранения энергии, так же, как закон сохранения в механике, да, содержится в чем? В самом простом F равно МНА. И мы дальше приходим интегрированием, домножением и так далее, переходим к законам сохранения энергии или импульса, правильно? Так и тут. И энергия, ведь мощность, ваты, да, те же, что и в механике, те же и в электричестве и так далее, киловатты там и тому подобное. И вот интересно, как мы отсюда, вот, используя уравнение Максвелла как систему, да, мы придем к конкретным вещам именно, значит, в понимании закон сохранения энергии. Это первое. Ну вот я не знаю, это вот мы сейчас заведем все это дело, и, наверное, а еще я бы хотел, значит, оттенить моменты, это вот, что такое вектор D, что такое вектор H, какие они имеют, значит, значения, и насколько, значит, современная теория электрических и магнитных полей в средах диэлектриках и магнитиках, да, вот именно, значит, выражено сейчас очень удобно, потому что можно, значит, вот, решая задачу, например, с магнитиками, да, вспомнить какие аналогичные задачи с диэлектриками. И однозначно переписать просто эти решения, потому что они сформулированы так, что совершенно, значит, одинаковый характер имеет, качества разные, а количество нам дает возможность быстро прийти к нужному результату. И вот что это, и как они записываются, и как здесь, что здесь самое главное. Ну вот давайте сейчас небольшой перерыв сделаем, а потом, значит, вот все-таки с законом сохранения энергии посмотрим, и как тут должны иметь получать. Так, сколько? Пять или десять? Десять. А по полку. Да, давайте откроем. Итак, сколько? Десять минут? Десять минут? Десять. Десять минут. Вот, не знаю.